Друзья, ну, значит, я буду переключаться там с доски на свои разные... Ну, во-первых, всем здравствуйте, меня зовут Святослав Мурнов, я представляю Центр прикладной арманистики, такая самоорганизованная сеть городских экспертов, занимающихся анализом и развитием постсоветских городов. Ну, это кратко, если. Теперь, что касается самой темы и вообще подходы к нашей теме, значит, у нас, значит, в ЦПУ, в Центре прикладной арманистики, есть следующий подход, он заключается в том, что мы перед любым проектом, перед любой, так сказать, перед любым вложением своих сил и средств всегда делаем модели, чтобы понимать, где мы находимся, кто мы такие и что происходит. Так вот, спасибо Алексею за то, что пригласил меня в этот вебинар, потому что тема ЖКХ и локальных сообществ, она для нас сейчас одна из самых центральных, потому что развитие города упирается в отсутствие субъектов, в отсутствие заказчика на этот город. В постсоветском городе, как вы знаете, сформировались уже достаточно сложившиеся такие силы в виде администрации, там, бизнеса, девелоперов, ритейлеров, производителей, вот, в виде различных городских активистов, городских экспертов. Но до сих пор 80% жителей остаются в позиции спящего горожанина. Раньше мы их называли городские пассажиры, сейчас мы называем их спящий горожанин. И отсутствие вот этих заказчиков на город, на городскую среду является ключевой проблемой вот неблагоустроенности, нашей какой-то некомфортности проживания в городе, каких-то вот таких проблем разного масштаба, от, не знаю, там, заполненные мусорки во дворе до скучного парка или оттока молодежи. И тема локальных сообществ привлекает Центр Прекламной Банистики уже давно, потому что если с городскими активистами мы научились работать, у нас, как говорил Алексей, есть карты городских сообществ, мы понимаем, как устроены городские активисты, какие там есть роли, какие есть там типы сообществ, то с локальными сообществами все очень грустно, потому что их просто нет. И причина их отсутствия – это не что иное, как следствие целого ряда, так сказать, процессов, происходящих в нашей стране за последние, там, несколько десятков лет. Началось все это в Советском Союзе, и нужно, так сказать, историческую справку ввести, что в Советском Союзе локальное сообщество выполняло такую некую формальную функцию, потому что социализацию и социальные роли свои люди проживали на работе. То есть стать лидером или, не знаю, договориться о чем-то или поспорить с кем-то можно было прекрасно на работе в профсоюзе, в комсомоле, в партии, на каких-то общественных мероприятиях, которые приводились, как правило, не по месту жительства, а по месту работы, по месту, так сказать, занятости. И во дворах у нас в советское время оставались только некоторые единичные типы локальных сообществ – это подростковые сообщества, вот, и сообщества пенсионеров по интересам или по каким-то там, значит, у тех, у кого было свободное время и возможность пребывать в этом, так сказать, в этом пространстве. В 90-е годы из-за того, что упор у государства был все-таки на экономическую составляющую, то есть как-то нам нужно было перезагрузить, прежде всего, типы деятельности как государству, то вот этому социальному вопросу, ну, примитивному вопросу, что такое сосед, зачем с ним здороваться, что такое локальное сообщество, нужно ли оно вообще, когда здесь вот кушать нечего и работать негде. Вот, никто из в то время состоявшихся субъектов в лице государства, администрации муниципальных, бизнесменов нарождающихся, конечно же, никто не думал об этом и считал, что это вот не очень важно. Поэтому локальные сообщества в переходный период, даже те, которые существовали, распались. Система переселения в городе, она очень быстро, так сказать, менялась, и люди переезжали в зависимости от своего там уровня дохода или от своего статуса. И вот мы все наблюдаем в наших городах такие, знаете, жилые комплексы 90-х годов, начало 90-х годов, такие кирпичные, как правило, домики со стороны архитектуры. Это как раз вот начавшаяся такая сегрегация жителей постсоветского города и разрушение сложившихся и без того слабых связь. Вот, поэтому до сегодняшнего момента, по большому счету, никто в стране, ну, и на постсоветском пространстве не сформулировал, что же такое, заново не сформулировал, что такое локальное сообщество на государственном уровне, на уровне экспертов, на государственном уровне. Все пока оперируют словами «жители», «народ», вот. Хорошо, что у нас появилось там хотя бы слово «активист» уже сейчас, так сказать, в дискуссиях и в диалоге. Но, по большому счету, локальное сообщество, что это такое, непонятно. А второй момент непонятно, остается непонятным роль этого локального сообщества. Все считают, пока нет единого понимания того, что это важно. Вот. Если касаться нас, там, Центра прикладной урбанистики, мне лично, что я считаю, что, конечно, без этого базового субъекта, а локальное сообщество – это базовый субъект города, перезагрузка города или выстраивание каких-то устойчивых отношений в городе или, не знаю, формулирование каких-то параметров комфортной среды или комфортного проживания просто невозможно. Ну, из нашей практики, мы же практики, из нашей практики, мы, сталкиваясь с проблемами там проектирования скверов, парков, школ, значит, стратегии развития города, понимаем, что отсутствует целый-целый базовый сегмент людей, которые могли бы внятно сказать, чего они хотят и как они готовы в этом участвовать. А во-вторых, чтобы они могли бы продекларированные свои цели как бы использовать свои деятельности. Вот те самые 80% спящих горожан – это не что иное, как вот отсутствующее локальное сообщество. Все остальные – бизнес, администрация, активисты – как-то научились договариваться и вступать хоть в какие-то взаимоотношения с друг с другом, вот, некоммерческие, социальные отношения с друг с другом. И в этом, так сказать, их отличие от просто жителей. Значит, я здесь накидал небольшую модельку. Видно ли ее? Ну, в принципе, здесь вот можно увеличивать. Хорошо, тогда я просто ее немножко увеличу. Значит, я накидал небольшую модельку, вот. Так, здесь чуть побольше ее сейчас везет побольше. Ага, давайте я попробую вам демонстрацию рабочего стола запустить, потому что она у меня там запущена на рабочем столе как раз. Сейчас посмотрим, может быть, там просто видно будет лучше. Видно ли ее сейчас лучше? Ну, если ты ее приблизишь… Ее можно приблизить? Или это… Вот так вот лучше? Еще? Еще лучше, да? Так, ладно, тогда вернемся на… Не-не, в принципе, ну, это максимально что-то приблизил? Сейчас мы вернемся на документы и… Мне кажется, так лучше объяснить. Я попробую просто объяснить, как это… Попробую и объяснить. Условно говоря, значит, на этой модельке я буду курсором вводить, и будет понятно. Условно говоря, в чем сложность вообще всей этой темы ЖКХ и локальные сообщества в том, что вот если у нас есть физическое пространство, ну, какой-то район города, в котором стоят дома, и там есть придомовая территория, рядом есть какие-то общественные пространства, разные типы домов, ну, то есть некое такое вот место проживания, несколько домов и двор, то даже у этого, на территории этого двора… Свят, можно все-таки, извини, переключи, пожалуйста, на вкладку, потому что здесь вообще, да, плохо тут пиксели. Я думаю, что немного… Сейчас я буду экспериментировать. Так. Вот есть еще… Ну, вот если ты приблизишь, вот там у тебя же есть… Да-да-да. Вот тут вот… Да-да, так лучше. Значит, ну, во-первых, я сначала покажу целиком всю схему, чтобы вы просто понимали. Значит, она будет доступна в материалах, там, в презентации. Я думаю, что мы презентацию отдельно отдадим. Значит, это вот территория, физическая территория места проживания, где стоит несколько домов и двор, предположим, да, вот такая текущая типичная ситуация. Вот у меня тоже за окном сейчас несколько многоквартирных домов и общий двор, причем видно, что несколько жилых комплексов, разделенных между собой забором. Так вот, даже на территории этого вот небольшого такого кусочка города, где живут люди, место проживания, разыгрываются нешуточные сложные системы. Во-первых, это субъекты, то есть кто вообще является субъектом этих отношений, из чего складывается вот эта тема локальных сообществ и тема ЖКХ. Ну, понятно, что есть локальные жители, которые являются, живут в квартирах того или иного дома и там прописаны, являются собственниками. Вот, есть уже сразу же, так сказать, еще один субъект, это владелец помещения, он может здесь не жить, но он владеет какой-то собственностью в этом доме. Вот, соответственно, уже на этапе даже разбора ситуации, а сколько жителей живет, а сколько жителей владеет, но не живет, вот, уже возникают вопросы. Потому что большинство проектов сейчас жилых связанных с тем, что часть людей покупает квартиры с инвестиционной направленностью, покупает квартиры, но в них не живет и даже не сдает. Как бы про запас, просто экономит денег. Второй момент связан с тем, что эти люди в этих домах появляются, в новых домах появляются в разный период времени из разных других непонятных территорий. Вот, и, конечно же, появляясь, как бы получая квартиру в этом доме, они, никто из них не знает, как правильно и зачем вообще знакомиться с соседями. Кроме самих жителей и владельцев помещений, на территории, придомовой территории могут появляться квартиросъемщики, то есть те, кто, люди, которые просто снимают квартиру, но не являются локальным постоянным жителем. Вот, гости, гости или жители, или тех коммерческих площадей, которые на этой территории присутствуют, или транзитные, так сказать, пешеходы, которые просто проходят через эту территорию. Работники каких-либо служб или работники там коммерческих каких-то пространств. В этом случае у нас уже даже типы людей, которые связаны с этой небольшой территорией, тоже достаточно разные. Если говорить про локальных жителей, то ключевая проблема связана с проблемой ЖКХ, как правильно сказал Алексей, что настолько сложная форма взаимоотношений, что многие жители и низкий уровень образования наших жителей не позволяет им понимать и осознать, а зачем вообще нужны какие-то там формы организации. Например, товарищество собственников жилья одна из таких самых распространенных форм организации жителей, которая необходима для того, чтобы комплексно закупать услуги у разных снабжающих организаций. Тепло, электричество, газ, свет, интернет и так далее. Вот. Территориальное общественное самоуправление одна из самых базовых форм непосредственного осуществления, так сказать, деятельности и власти наших горожан, наших граждан в стране. Но эта форма требует регистрации и взаимодействия уже с администрацией. Вот. Требует, как бы, большего количества участников, чем один дом. Вот. А во-вторых, всячески игнорируется, например, администрацией. То есть здесь необходимо уже устраивать взаимодействие с администрацией. Управляющая компания – это коммерческая структура, которая оказывает услуги товариществу собственника жилья или жителям непосредственно. И эта управляющая компания в последнее время, ну, таким, является притчевой языцей, потому что действует исключительно в интересах, так сказать, интересах своей локальной экономики. Есть поставщики услуг – тепло, газ, вода, электричество, мусор, лифт и другие услуги. И их деятельность, они могут быть и коммерческими, и муниципальными. Их деятельность как-то пытается регулировать государство. А государство состоит из разного тоже уровня – муниципального, регионального, федерального. Есть структура, которая контролирует весь этот процесс. Ну и по факту простому жителю разбираться во всей этой схеме достаточно сложно. Более того, как правило, проблема ЖКХ связана с тем, что сами жители не могут сформулировать несколько основополагающих ценностей. И эти ценности сейчас я отдельно прокомментирую, потому что это как раз важный момент. То есть вот модель, которую я попытался накидать, и чуть попозже, наверное, даже расширю, ну в смысле дострою, так чтобы там были отображены все непосредственные участники этого процесса. Что касается проблем и как бы ситуации, ситуация складывается из того, что множество участников процесса и сложные компетенции каждого процесса, где-то нужно договариваться, где-то нужно уметь там хорошо считать и понимать, откуда берутся цены. Где-то нужно просто иметь системное мышление, чтобы увидеть целиком из каких услуг, из каких элементов складывается наполнение квартиры или дома различными сервисами. Где-то это очень вариативный сценарий, который предлагает государство. Например, вы как собственники жилья можете объединиться в разные формы, там от ТСЖ до Совета многоквартирных домов, до домовых комитетов или выбрать управляющую компанию или избрать форму непосредственного управления. То есть очень много вариативных сценариев, что тоже повышает уровень сложности. И вся эта сложная модель целиком нигде не представлена. Я очень много изучал материалов по ЖКХ и в зависимости от того, кто эту тему пытается раскрыть, там государство или управляющие компании или какие-то активисты целой модели, которая бы показывала все взаимоотношения, все возможные варианты, ее просто нет. Ее никто не пытался, так сказать, хотя бы раз визуализировать. А второй момент, и это очень важная ситуация в целом, это эффективность и качество жизни. Потому что по большому счету у наших людей, у наших жителей, у наших постсоветских городов очень низкий уровень притязаний или очень низкий уровень самоопределения. И поэтому комфортная городская среда или комфортное проживание – это такие условности, которые воспринимаются всеми участниками этого процесса по-разному. И ключевая проблема, что эффективность или качество жизни может быть сформулирована только самим человеком или там группой людей, в этом как раз и смысл основного локального сообщества. Но для этого этот уровень, так сказать, притязания и уровень компетенции должен быть в этом человеке и в этом сообществе как-то проявлен. И это ключевая проблема формирования локальных сообществ и всего процесса ЖКХ. Проблема на самом деле не в ЖКХ, не в взаимоотношениях разных служб или там разных, так сказать, поставщиков или разных форм управления. А проблема в том, что зачем нам выстраивать взаимоотношения, зачем нам какие-то услуги нужны и какими они должны быть, должен определить непосредственно горожанин, то есть непосредственно сам потребитель. И для него это большая проблема, потому что, как правило, если разговаривать про жителей уже, так сказать, про горожанин и жителей в такой прикладной плоскости, как правило, у него нет этого опыта критического мышления, у него нет этого опыта рефлексивности, плохо мне или хорошо, нравится мне или не нравится. И у него нет этих компетенций, чтобы понять и разобраться, что я должен, что я могу и что я должен сделать для того, чтобы что-то изменить. И вот этот ключевой вопрос, эффективность, качество жизни и самоопределение заказчика, в данном случае горожанина, является ключевой проблемой всего сектора ЖКХ. Мне кажется, что в данном случае, вообще в данной теме наиболее востребованы будут сервисы, наиболее востребованы будут решения, которые бы как раз помогали бы людям, жителям самореализации, самоопределением, отвечали бы на вопрос, кто ты, чего ты хочешь или как ты хочешь жить и отдавали бы инструментарий, не делали бы за них, как происходит сейчас, отдавали бы инструментарий, чтобы люди сами выработали критерии этого качества жизни. И третья тема, третий, так сказать, раздел, третий раздел, который описывает ситуацию в целом, это очень различные цели всех субъектов, которые участвуют в этом процессе. Если цели коммерческих структур, в данном случае управляющих компаний или поставщиков услуг, тепло, газ, электричество, лифтовые службы, уборка мусора понятны, это коммерческие службы, которые хотят заработать как можно больше денег. Кстати, с этим связаны как раз и конфликты основные, потому что управляющие компании, чтобы заработать больше денег, иногда выбирают следующую стратегию. Максимально непрозрачная, так сказать, бухгалтерия, которая позволяет, так сказать, скрывать истинную прибыль на разнице услуг. Или, наоборот, так сказать, однодневные управляющие компании, которые, получая от поставщиков услуги, оказывая их, так сказать, населению, через некоторое время закрываются и исчезают со всей бухгалтерией, со всеми счетами. Ну, вот период управляющей компании однодневных уже проходит на нет в стране в целиком, то есть уже как бы с этим научились бороться, но этот период сформировал большое количество, так сказать, долгов. И эти долги, конечно же, поставщики услуг перекладывают в сложность тарифов. То есть, что касается коммерческих структур, с ними все понятно. Они хотят заработать больше денег. Понятно, что жители им мешают заработать больше денег. Почему? Потому что жители, образованные жители начинают разбираться в стоимости формирования тарифов и говорят, а вот тут не так. Ставить более эффективные счетчики. Вот. Или отказываться от каких-то услуг, которые им не нужны. Ну, например, если вы проверите свою, так сказать, сейчас квитанцию от управляющей компании, вы увидите, например, там, услуги радиоточки. Она стоит какие-то 7-9 рублей, но вы можете годами эти 7-9 рублей платить, а в пересчете на количество квартир, значит, управляющая компания получает какой-то доход, ну, хороший доход, не оказывая по факту, на самом деле, услугу. Поэтому в этом случае вот коммерческие структуры и их взаимоотношения с жителями сейчас выглядят как взаимоотношения хорошего бизнеса и таких не очень образованных потребителей. Поэтому любые, кстати, инструменты повышения образованности жителей или, так сказать, повышения прозрачности управляющих компаний, конечно же, будут максимально востребованы. Вторые субъекты государства и сами жители – это субъекты, которые… цели, которых требуют все время уточнения и определения. Например, жители, чаще всего жители новых домов выбирают форму управления, форму представления своих интересов. например, там ТСЖ или там голосуют за какую-либо управляющую компанию только потому, что не хотят разбираться в этом сами или не хотят, так сказать, чуть побольше провести какое-то исследование, а что они получат в этом случае или что они получат в этом случае. Словом говоря, у них цели иногда… общие цели их иногда не противоречат… максимально противоречат личным их целям. они хотят жить хорошо, они хотят жить в комфортной среде, но первое, что решают на собрании товарищества собственников жилья – это, например, установка высокого забора и шлагбаума. Если бы чуть больше потратили время на исследование вопроса безопасности или на исследование вопроса среды, то, конечно же, они этот железный забор могли бы заменить, например, ландшафтным озеленением и вместо, например, шлагбаума сделать просто какой-то сложный… договориться с соседним двором на совместную парковку за пределами вообще дворовых территорий. В этом случае цели полагания жителей сейчас – это нас не трогайте, не лезьте в мою жизнь, мне это не надо. И это базовое целеполагание, конечно же, полностью нивелирует качество среды и качество услуг, которые они хотят получать. Для государства целеполагание очень простое. Главное, чтобы жители резко не критиковали, резко не волновались, не выступали против государства. А во-вторых, чтобы бизнес, который является налогоплательщиком на этой территории, мог бы дальше хорошо зарабатывать и платить налоги. Поэтому в этом случае государство чаще всего встает на позицию бизнеса, но пытается, так сказать, заигрывать с жителями и всячески создает разные симулякры, разные всякие имитационные механизмы. Да, мы создадим комиссию по качеству городской среды. Да, мы объявим конкурс благоустройства. Да, мы, наверное, сейчас разберемся с плохими управляющими компаниями и с хорошими. Если посмотреть состав городской думы, то в городской думе 90% депутатов представлено средним бизнесом. Если посмотреть по качеству этих депутатов, то многие из них являются собственниками управляющей компании или представителями девелоперов и руководят соответствующими комитетами и рабочими группами, которые как раз и регулируют эти процессы. В этом случае государство немножко, ну точнее, множко, конечно же, имитирует заботу о жителях. И проблема государства в целом заключается в том, что ни один чиновник до сих пор не может четко сформулировать понятие комфортной городской среды или цели полагания, а зачем нам здоровые жители или житель, который ходит пешком. То есть до сих пор у государства не сложилось тоже целые картинки или целые системы, а как же человек в городе может быть полезен государству, или как же он может там развиваться в этом городе, что для этого нужно. Пока все это на уровне комбинации устаревших советских СНИПов, ГОСТов и игра на стороне, так сказать, крупного и среднего бизнеса. И в этом случае, ну в зависимости от политической ситуации, цели полагания может меняться, коммуникации государства могут меняться. Государство пока усложняет эту сферу для того, чтобы не сказать главное, что, друзья, я не знаю, я не знаю на самом деле, как должно быть. Вот это был бы честный ответ государства, что оно не понимает, например, а что такое городская среда и предлагает сформулировать понятие городской среды или комфортного проживания или сообщества самим, так сказать, участникам этого процесса. Второй момент связан с тем, что вот я накидал несколько субъектов, что сам житель, сам горожанин, семья, домохозяйство, соседское локальное сообщество, сообщество жителей по территориальному признаку, клубы по интересам, городское сообщество – это пока все такие новые формы, которые требуют, конечно же, времени для проникновения в массовую культуру и в сознание или в стереотипы самих жителей, потому что их там просто нет. Для нас, например, в исследованиях всегда важно, например, мы проводим исследования и в новостройках, и в существующих типах застройки, нам всегда важно, что же такое сейчас житель сейчас, а что для него является ценным, таким самым ценным в его жизни. И независимо от возраста, независимо от социального положения, хотя, конечно же, есть там, кстати, отличия, но в основном вот ценности, которые сейчас люди отмечают, особенно, так сказать, по месту жительства, для них очень важно свободное время. Сколько у них свободного времени, как они могут распоряжаться. Это занятость компетенции, насколько они заняты, где они заняты, куда они ездят на работу, какими компетенциями социальными, какими навыками профессиональными, какими хобби и увлечениями они обладают. Социальные связи, как они устанавливаются или как они, соответственно, или как они поддерживаются. Какая у них мотивация вообще для жизни, для чего они живут, зачем они живут. И идентичность, кто они, как они формируют свой ответ на вопрос, что я здесь делаю и кто я такой. И вот если говорить про жителя-горожанина, то, конечно же, ЖКХ, сфера ЖКХ, она совсем не про горожанина. ЖКХ отнимает много свободного времени. Ну, попробуйте разобраться в услугах или правильно, так сказать, их, как бы их для себя определить. Вы, никто не хочет тратить свое свободное время, и поэтому за счет этого делегирует эту компетенцию кому-то еще и не всегда понимает, кому он делегирует. Управляющая компания или сколько он на этом теряет, он не понимает. Поэтому любые сервисы, любые приложения, любые технологии, которые будут человеку больше давать информации, но экономить его свободное время или эффективнее использовать его свободное время, конечно же, будут, так сказать, применимы. Ну, простой пример. Например, сейчас в Вологде есть жилой комплекс, в котором управляющая компания расположена на первом этаже за прозрачными перегородками и является центром такого большого общественного комьюнити-центра этого жилого комплекса. То есть, пользуясь какими-то услугами, вы можете заодно зайти в управляющую компанию и все свои вопросы, так сказать, решить. И расположение самой управляющей компании, ее, так сказать, физическое место тоже очень важно для горожан. Сейчас у нас управляющие компании сидят или в подвалах, или в каких-то отдельных зданиях не в этом районе, не около этого дома, или мы можем с ними общаться только виртуально через телефон или через какие-то, так сказать, интернет-ресурсы. Занятость, компетенция. Здесь очень важно сказать, что у горожан, у жителей мало кто формирует социальные компетенции, а именно социальные компетенции позволяют человеку вступать в осознанные взаимоотношения с другими людьми. Коммуникатор, идеолог, организатор – могу ли я придумывать, могу ли я там здороваться, знакомиться, могу ли я просить или предлагать ресурсы, могу ли я организовать какое-то событие совместно или деятельность. Вот эти социальные компетенции являются ключевыми. Кстати, именно их развитие отличает, например, предпринимателей и активистов от локальных жителей, вот таких от спящих пассажиров, от спящих горожан. У спящих горожан эти социальные компетенции никто не активировал. Эти компетенции есть у нас от рождения. Раньше они передавались через воспитание в школе, в садике, в массовой культуре. В последние 25 лет про социальные компетенции все стараются молчать, потому что любая, так сказать, социальная активность человека приводит к его, так сказать, каким-то ролям. А если будет очень много социально активных людей, мы получим сложные сообщества, предпринимательские ассоциации и так далее. Так вот, в этом случае социальные компетенции как раз то слабое звено, что не позволяет жителям правильно познакомиться или правильно установить какие-то связи. У нас есть контрольный вопрос, когда мы определяем наличие локального сообщества в каком-либо дворе или доме. Сколько соседей вы знаете по имени и фамилии? Скидываетесь ли вы на свадьбы или на похороны своими соседними? Так вот, вот такие базовые сценарии знакомства с соседями. Подойти к незнакомому человеку, представиться, что-то его спросить, что-то ему предложить для наших жителей является ключевой проблемой. Попробуйте пройтись по своему многоквартирному дому, постучаться в каждую дверь, ну и сказать, кто вы и зачем вы постучали в эту дверь. У вас будет сложность, потому что у вас в голове нет понимания, зачем это нужно сделать, будет психологический стресс, а как меня, так сказать, воспримут как сумасшедшего или как представителя какого-то политика, или как, не знаю, свидетели Яговы. То есть вы будете, ваш мозг будет всячески сопротивляться, чтобы вот потратить энергию на знакомство с этими жителями, с соседями своими. Поэтому социальные компетенции не развиты, стереотипов или таких массовых культурных традиций, которые позволяли бы упростить вот этот переход от страха, от стресса к повседневности, их тоже нет. Поэтому любые технологии, которые будут всячески помогать человеку познакомиться с незнакомцем в том месте, где он живет, это, конечно же, шаг к локальному сообществу. Второй момент – социальные связи, эффективные социальные связи. Кого вы знаете, как вы с этими людьми взаимодействуете, как они поддерживаются. Эффективные социальные связи поддерживаются только при живом контакте. Виртуальные социальные связи достаточно рыхлые, они у нас у всех есть, там, несколько десятков тысяч друзей в Фейсбуке, ВКонтакте, но это не значит, что мы со всеми этими людьми можем эффективно взаимодействовать. Коммуницировать, обмениваться информацией, да, а взаимодействовать, делиться эмоциями, делиться ресурсами, делиться каким-то опытом, совместно что-то делать, уже, кстати, вопрос сложнее. Так вот, социальными связями, установка социальных связей в наших, так сказать, городах – это проблема. Очень тяжело поддерживать локальные связи в местах проживания, в доме, потому что наш дом, наши дома превратились в такие спальники. Мы здесь только спим, и то не всегда, а чаще всего всю свою, так сказать, основную деятельность, всю свою жизнь проживаем где-то. Ну, не знаю, на работе, в торговом центре, в общественных пространствах, в каких-то, кстати, образовательных учреждениях, в каких-то культурных событиях. То есть мы их проживаем, как правило, за пределами нашего вот этого локальной территории, и это ключевая проблема в том числе, почему локальные сообщества не формируются. И, как правило, если часть хотя бы этой деятельности переносится на локальное проживание, например, возникает какой-то культурный центр или возникает какая-то там локальная экономика в месте проживания, что есть шанс, что эти связи будут, кстати, как-то проявлены, как-то будут устанавливаться и поддерживаться. Ну, к сожалению, сейчас в основном локальное сообщество формируется, скажем так, вопреки. В Крыму, например, при отключении электричества на три дня люди начали выходить, наконец-то, впервые за 20 лет выходить во дворы, сжечь костры, готовить вместе еду и только тогда познакомились. В России то же самое, например, локальные сообщества формируются только когда кто-то кричит «пожар», и все начинают хватать документы, выбегать на лестничную площадку, помогать друг другу там и спускаться вниз, и стоя уже перед домом, начинают знакомиться. Или это локальное сообщество начинает формироваться, когда вдруг возникает какая-то точная застройка во дворе, и тем самым вот эти отрицательные моменты, то есть эти кризисы, они, к сожалению, ну, не всегда вызывают позитивные эмоции, то есть, ну, понятно, там электричество отключили, еще как-то это можно пережить, а вот пожар, например, или точная застройка – это кризис, это уже конфликт, и у наших людей не хватает, у наших жителей не хватает ни опыта, ни энергии, чтобы из такого отрицательного, кстати, события как-то перевести эти контакты во что-то позитивное. Именно, кстати, поэтому многие локальные сообщества протестного толка, которые там против точной застройки, быстро распадаются. У людей нет сил каждый раз заново переживать эту проблему, эту боль, они стараются от нее толкнуться. Ну, и мотивация. Тоже очень важный момент для человека – мотивация. Если раньше мотивацией в постсоветское время сложилось, так сказать, ощущение, что мотивация основная – это главное выжить, заработать денег, то сейчас у жителей меняется мотивация, и многие из них начинают задаваться вопросами самореализации, менять работу, задавать вопрос, например, как больше времени проводить с семьей или как больше времени уделить собственному здоровью. Поэтому мотивация, какая мотивация у человека, какая мотивация у горожанина – это базовый тоже его, так сказать, капитал, и с этим тоже можно работать. Но идентичность, в каком районе, в каком городе я живу, почему, кто я, какой я национальность, что мне нравится, какие у меня культурные, так сказать, переживания, и какие у меня культурные ценности, или какие вообще у меня ценности сформированы, идентичность является тоже, так сказать, ценностью субъекта. Что касается жителей, горожанина, основная проблема, что эти ценности формируются хаотически, и они не формируются, так сказать, или при формировании их сейчас до сих пор допускается такая колоссальная диспропорция. Большую часть ценностей государства хочет сформировать, будь патриотом, работай на благо Родины. Бизнес хочет, чтобы ты меньше соображал, больше покупал. Вот. А среда делает все, чтобы ты как можно меньше времени проводил вне, так сказать, вне квартиры, вне дома или вне уютных каких-то мест, потому что она очень некомфортная, очень, так сказать, вызывает отрицательные эмоции. Поэтому в этом случае вот горожанину нужно научиться самому, так сказать, эти свои ценности артикулировать, и должны появиться инструменты и кто-то, кто эти ценности поможет ему реализовать. Таким помощником являются два самых, три самых важных субъекта. Это семья, домохозяйство, то есть то место, с кем вы непосредственно живете, ваши самые близкие, так сказать, люди. Второе – это локальное соседское сообщество. То есть артикулировать ценности и понять, какой вы, вы можете только при взаимодействии с другими людьми. В этом ключевая ценность вообще любого сообщества, любого человеческого взаимодействия. Вот. И третье – это, конечно же, там, городское сообщество, самоорганизованное сообщество людей по территориальному признаку. И перескакивать через эти, так сказать, субъекты достаточно сложно. Ну, например, текущее домохозяйство, текущая постсоветская семья. Если в ней три поколения – пенсионеры, активно работающие папа-мама и подростки, и дети-подростки, то, как правило, нарушена коммуникация, потому что у каждого из этих субъектов разные ценности. У подростков эти ценности связаны с креативным, с культурным времяпрепровождением, с коммуникациями, с общением. У активно работающего поколения – это зарабатывание денег, это экономическая составляющая. У пенсионеров, у старшего поколения – это ценности, связанные с потребностью как бы во внимании, потребность в общении. Но, как правило, ни подростки, ни активные работающие поколения – это временем не располагает или не располагает мотивацией. И у пенсионеров сейчас колоссальный запрос на колоссальный ресурс свободного времени, куда его потратить из-за этого, как бы, коммуникация даже в семье, даже в определенном домохозяйстве не складывается. Семья тоже, как институт, требует сейчас какой-то перезагрузки. И соседское сообщество, локальное сообщество, то есть люди, которые непосредственно живут с вами в радиусе нескольких минут, в подъезде, во дворе, на этаже – это то сообщество, которое позволяет вам получить, во-первых, навыки социальные, которое позволяет вам распределить риски равномерно или эффективно использовать какие-то ресурсы, в складчину что-либо отремонтировать или правильно выбрать эффективную управляющую компанию, или научиться эффективно использовать и обмениваться. Не каждому покупать стиральную машинку, например, в подвале вашего дома сделать общую, так сказать, общую секцию стиральную и так далее. Совместная деятельность, совместные какие-то накапливания социального опыта через совместную деятельность, праздники, события, субботники, благоустройство и так далее. Отношения, выстраивание, опыт переживания конфликтов, модерация сложных взаимоотношений с друг с другом, с какими-то группами, мамашки с детьми, например, собачники или папы и подростки, пенсионеры и, например, подростки. То есть в этом случае во дворе можно весь опыт, который мы в жизни получаем к 40-45 годам, получить достаточно быстро, если локальное сообщество сформировано и оно наполнено внутренней деятельностью. Это деятельность не коммерческая, это деятельность как раз социальная. Как мы принимаем новых жителей к себе во двор? Как мы провожаем жителей, которые переезжают? Какие у нас есть собственные традиции? Как мы действуем в случае того, если вдруг дерево упало, или, например, наоборот, там что-то случилось во дворе? Как мы, какие праздники у нас есть, как мы с разными группами жильцов выстраиваем взаимоотношения? С мигрантами, с работниками каких-либо служб или там с какими-то, с кем-то еще. Вот, и мне кажется, вот отсутствие самого определения локального сообщества, соседского сообщества, отсутствие в массовой культуре примеров современных, как это может быть, не позволяет людям эффективно и даже не позволяет людям подумать и придумать, как это сделать. У нас сейчас для запуска локального сообщества применяются разные сложные схемы, включая и квартирные опросы, и совместная встреча жителей, и многие из них говорят, что спасибо, что вы нам это спросили, или спасибо, что вы нас позвали, потому что у нас этого опыта не было 20-25 лет, а мы интуитивно все время этого хотели. И вот даже эти базовые субъекты и их ценности, то, как видим, это мы эксперты, и то, как они на самом деле сейчас проявлены во взаимоотношениях или в среде самой, то это, конечно же, колоссальный разрыв. Поэтому здесь востребованы любые технологии, которые позволяли сформировать и начать сделать старт формирования локального сообщества. Базовый конфликт какой? Ни администрация, ни муниципалитет, ни бизнес в лице управляющей компании или просто бизнес-орендатора или бизнеса собственника каких-то коммерческих платежей в тактической перспективе не заинтересован в создании локального сообщества. Это ключевая проблема развития постсоветских городов и ключевая проблема сектора ЖКХ. Более сложные субъекты не заинтересованы в формировании нового субъекта локального сообщества. Почему? Потому что самоорганизованное локальное сообщество, получив опыт взаимодействия друг с другом, научившись, так сказать, вырабатывать собственные цели, собственные интересы и эффективно их защищать, эффективно их, так сказать, реализовывать, конечно же, будет мешаться, например, бизнесу, от которого потребуются инвестиции в качестве или там инвестиции в прозрачность или разработка и добавление каких-то новых услуг. Конечно же, потребует перестройку муниципальных процессов. Почему? Потому что любое локальное сообщество в электоральном цикле выберет своего представителя, как депутата, а не бизнесмена, какой-то или какого-то политика, который к этой территории не имеет никакого отношения, не знает ни ее проблемы, более того, не вступал, не доказал это своим жизненным опытом. Поэтому, с точки зрения государства, у нас тема ЖКХ, она, конечно же, находится в политической сфере и всячески замалчивается очень простой примитивный момент, что как только будет сформирована самоорганизация жителей, как только жители будут обладать компетенциями, как договариваться друг с другом, как вырабатывать параметры эффективности своей среды, своего проживания, тут же изменится и политическая ситуация. У меня в свое время была статья, которая называлась, что демократии в России нет, потому что никто не умеет и не понимает, как здороваться с соседями и зачем это надо. Базовые субъекты ценностей в данном случае это человек, горожанин, это семья, домохозяйство, это соседское локальное сообщество, самоорганизованное сообщество жителей по территориальному признаку. Так как у нас дома многоквартирные и жилые комплексы, кстати, достаточно большие, то, конечно же, не всегда соседское сообщество и локальное сообщество будет таким вот однородным. Все мы друг друга знаем, здесь живем в доме, и вот мы – локальное сообщество. Уже совсем, конечно, не так. Локальное сообщество будет состоять из нескольких типов соседских сообществ, они могут быть и социальными группами, и какими-то там территориальными, и может быть даже временными, потому что жизнь такая, что многие люди имеют свободное время в разные, так сказать, отрезки времени, поэтому иногда собрать целиком всех жителей практически нереальная задача, особенно если часть жителей работает вахтовым методом или там профессиональные кочевники и очень редко появляются в местах проживания. В этом случае, в отличие от советского периода, то, что у нас очень сильно изменился характер жизни, и нужно это учитывать, и поэтому локальное сообщество будет состоять из нескольких ядер соседских сообществ, клубов по интересам, каких-то групп по интересам. И самоорганизованное сообщество жителей по территориальному признаку, это может быть и сообщество дома, двора, улицы, района, и здесь очень важны масштабы, здесь очень важны внутренние процессы, как это сообщество организовывается, кто там выполняет роль лидера, кто выполняет роль коммуникаторов, какая деятельность, с какого масштаба деятельности этих сообществ. Клубы по интересам. Из клубов по интересам, в принципе, должно формироваться городское сообщество. У нас же сейчас городские сообщества формируются независимо от этого базовой локальных сообществ, то есть они формируются вне территорий, вне каких-то локальных территорий. И этот разрыв, это отличие, это тоже специфика подсоветских, так сказать, городов, что у нас есть городские активисты, есть городские сообщества, но нет локальных сообществ. Кстати, из-за этого и городские сообщества не развиваются, потому что в них очень тяжело вступить новым участникам, или им очень тяжело получить новые ресурсы, новые площадки. И когда мы делаем какие-то инструменты развития городов, мы как раз городским активистам и городским сообществом, городским экспертам делегируем эту компетенцию в формировании локальных сообществ. Друзья, вам тоже нужен заказчик и партнер. И в этом случае вот эта вложенность, эта матрешка от жителей до городского сообщества, она, конечно же, требует более внятного упаковки, просвещения. То есть необходимо рассказать об этом, кто и зачем. Во-вторых, требует повседневной практики вживую. К сожалению, локальные сообщества сформированы виртуально, группа ВКонтакте или, не знаю, там, рассылка по интернету или там вайбер какой-то соседский или группа в Фейсбуке не всегда эффективна, потому что социальные компетенции и ценности формируются только пока еще в живом взаимодействии. То есть мы должны с вами встретиться вживую, поспорить, договориться, что-то сделать плечом к плечу, тогда после этого у нас изменится восприятие друг друга. К сожалению, виртуальные сообщества неэффективны в этом плане, они только обмениваются информацией. И только обмениваются информацией, и как показывает наш опыт, что рыхлость этих виртуальных сообществ и фокус многих городских субъектов именно на виртуализацию вот этой самоорганизации, это ошибка, потому что она уводит от главного, она уводит от изменения самого человека, от самого горожанина, от формирования этого горожанина. Она уводит его в пространство коммуникации, он начинает думать, что он может, на самом деле у него не было этого опыта попробовать, потому что опыт должен быть только вживую. Если двигаться дальше, то основные проблемы и ответы на них, какие сейчас существуют в этой теме ЖКХ и локальное сообщество, это как раз уже кто и как должен формировать локальное сообщество и зачем. Идеальный вариант, когда сами жители начинают самоорганизовываться. Как этого добиться? Это смена системы образования, то есть в образовательном процессе должны появиться социальные компетенции. Это смена культурной составляющей территории, то есть в культурном пространстве должны появиться вот эти определения сообщества, активиста, горожанина с расшифровкой, а не просто как законченные фразы. То есть кто может инициировать и запустить локальное сообщество? Сейчас, по факту, это, конечно же, городские активисты, городские эксперты, креативный бизнес, потому что именно эти субъекты больше всего заинтересованы в новом заказчике или, так сказать, в новом партнере. В отличие от администрации и от среднего бизнеса, который меньше всего заинтересован в усложнении существующей системы взаимоотношений. Как определить эффективность, комфортность проживания, использование пространства среды? Ну, это отдельный процесс вообще в проектировании среды. И здесь два подхода сейчас обсуждаются. Первый подход – это государство заново начнет формировать новые стандарты. Если экспертному сообществу удастся на эти стандарты как-то повлиять, эти стандарты будут более человекоориентированы. Но я уже говорил про человека, что человек главный, человек главный тут заказчик и субъект, и нужно четко понимать его состояние, зачем ему это надо и как он это будет использовать. Второй момент, что комфортность проживания, использование пространства – это вопрос, конечно же, диалога всегда этого субъекта. Потому что невозможно раз и навсегда определить стандарты комфорта или стандарты среды. Люди меняются, ситуации меняются, сезоны меняются. Поэтому в этом случае, скорее всего, речь идет о создании механизмов, которые бы регулировали эту эффективность, эту комфортность и использование этого пространства. Поэтому в этом случае само локальное сообщество является как раз главным инструментом определения эффективности и комфортности. И в этом случае у этого локального сообщества должны быть компетенции, должны быть навыки, должна быть внутренняя структура организационная, которая бы позволяла с этим, так сказать, работать. И мне кажется, тут как раз и городские активисты, и различные технологические инструменты могли бы лишний раз позамерять, когда мы лучше работаем, что нам лучше с деятельностью, какие эмоции мы в какой период времени и как испытываем. Что касается, не знаю, комфортности проживания современной квартирографии, раздельного сбора мусора, дворового пространства, что для нас важно, полежать на траве или асфальтовая парковка, разного уровня ландшафта или плоскость, пространство, двор круглый или двор со сложной геометрией. В этом случае требуется исследование. У нас есть часть таких исследований, и могу точно сказать, что, например, мамы с детьми, особенно молодые мамы, являются лучшими экспертами по качеству дворового пространства. И по качеству даже внутридомовых общих совместного пользования инструментов, такие как лифты, лестничная клетка, буферный холл и входная группа. В этом случае, например, экономия времени, эргономика, используемые материалы, сложность ландшафта, наличие тени, наличие каких-либо маленьких-маленьких функций в том месте, где они необходимы, то есть такая многофункциональность и доступность по вызову, это как раз сейчас новые тенденции в развитии, по крайней мере, общественных пространств, придомовых территорий. И, кстати, из-за отсутствия локального сообщества все эти технологии, которые очень развиты в мире, не стартуют на нашем постсоветском пространстве. Ну, мало домов, где есть солнечные панели, которые экономят электричество внутри подъезда. Почему? Люди не могут договориться. Очень мало дворов, в которых, например, парковка вынесена за пределы двора, а двор раззонирован между разными социальными группами, или двор настолько усложнен, что люди проводят с ним время, они пытаются при любой возможности уехать куда-то в центр города. В этом случае отсутствие локального сообщества и отсутствие инструментов анализа состояния человека в разном возрасте, в разном, так сказать, социальном положении, не позволяет и сформулировать новые какие-то идеи, новые технологии комфортности среды. Определение личное, совместное, общее пространство. В этом случае, вот, совместное пространство локального сообщества, это тоже вопрос, требующий, так сказать, все время актуализации, потому что жители многоквартирных домов не хотят, часто не хотят и не хотят даже разбираться, например, в придомовых территориях, чья она и так далее. Или, например, совместное пространство при заселении дома, вы можете выкупить коммерческие площади на первом этаже и потом зарабатывать на них, сдавая их в аренду тем, кто вам необходим. То есть, в этом случае, вот, нужно заново определять личное, совместное и общее пространство. Ваша квартира – это личное пространство, но дверь, которая выходит в общий коридор, это уже пространство какое? Это общественное или совместное? Там, ваши автомобили – это личная собственность, но когда он стоит во дворе, и это, значит, в этом случае требует всегда определения. Это совместная наша собственность, это общее пространство, то есть, сюда могут попасть какие-то другие люди. И вот эта комбинация вот этих пространств и понимание жителями самими, что это за пространство, как они устроены, это тоже требует какого-то основного сейчас вопроса. Это тема, которую мы поднимаем при работе, при формировании локального сообщества. Ребята, давайте вообще обсудим, кому и что принадлежит, и почему. Четвертый вызов, один из самых важных – это локальная экономика. Кто, как может создавать, потреблять услуги, продукты в локальном сообществе. Вообще, развитие локального сообщества будет идти по спирали. Сначала люди научатся здороваться, знакомиться, потом они вступят в культурное взаимодействие, потому что это проще всего совместные события, обмен какими-то хобби-увлечениями. И на следующем этапе они, конечно, захотят этот социальный капитал, который они наработали, во что-то превратить. Локальная экономика является спасением, например, от слишком сильной центричности развития городов. И будет экономить время жителям, будет создавать им рабочие места там, где они живут, и будет создавать им другой уровень дохода и другой уровень, так сказать, другое качество жизни там, где они живут. В этом случае локальная экономика – это этап проектирования. Кто бы был заинтересован в создании локальной экономики для локальных сообществ, это, конечно, например, центр прикладной урбанистики. Мы рассматриваем это как вообще венчурные инвестиции и считаем, что это новый рынок. Это, конечно же, креативный бизнес в городе, потому что он платит сейчас дорогую аренду в центре города, а хотел бы, на самом деле, развиваться и нарабатывать навыки и умения там, где это намного проще и дешевле. Это, конечно же, городские активисты, потому что им не хочется всю жизнь заниматься активизмом, им хочется как-то капитализировать свои компетенции во что-то еще. В этом случае локальная экономика сообществ – это сейчас тема номер раз, и в ней тоже будут происходить изменения. Ну, простой пример. Как только начинает собираться локальное сообщество жителей, и правильные исследования показывают, что они, например, им не хватает здесь какой-то кофейни, то вы можете вместе с этими жителями, как модератор, спроектировать эту кофейню, научить кого-то из жителей быть собственником этой кофейни или баристой, а во-вторых, разработать несколько эффективных механизмов использования этой кофейни для минимизации расходов. Ну, например, написать программное обеспечение, когда люди пьют кофе, оплачивают, например, выходные или по карточке, или сделать какое-то архитектурное решение, которое позволяет этой кофейни иметь, там, не знаю, локальную какую-то службу доставки интересную. Ну, то есть тут масса, на самом деле, вариантов развития, и локальная экономика сейчас – это в том числе выход за пределы вот этого мышления, что мы только спим здесь, платим за тепло, за свет, за пустые наши метры, неэффективные, а работаем где-то в другом месте и перемещаемся между этими двумя типами локаций всю свою жизнь. Устойчивое развитие. Локальное сообщество – как раз тот субъект, который необходим для устойчивого развития любой территории. Почему? Потому что кроме места проживания, там, где вы живете, дом, двор, не знаю, улица, есть еще и район, есть еще и город, есть еще и более сложные территории, есть еще более сложные процессы, например, программа образования средней школы, или наполняемость соседнего парка, какие-то обеспечения, или создания какого-то производства, или открытия какого-либо торгового центра. Так вот, локальное сообщество, как субъект, может и должно принимать участие в проектировании сценариев развития территории. И без наличия этого локального сообщества, как субъекта, конечно же, все это устойчивое развитие всегда повисает на совести какого-либо одного из субъектов городских, например, администраций, которые мыслят электоральными циклами, или, например, мыслят категориями сохранения, но не развития. В этом случае развитие – это непосредственная функция локального сообщества. Что дальше? А через 5 лет? А через 10 лет? А куда наши дети? А как мы сами? А вот если я буду пенсионером, что я здесь могу себе позволить? Как это будет сказываться, например, на генплане этого района? Или как это будет сказываться на какой-то транспортной доступности этого района? Какие здесь услуги и сервисы, и сценарии я могу себе позволить? И как нам эти сценарии здесь реализовать? В этом случае локальное сообщество – непосредственный субъект развития. Устойчивость достигается за счет кооперации внутри сообщества и между сообществами. И между разными типами сообществ. Словом говоря, локальное сообщество должно быть субъектом, конечно же, диалога, понимать свое место в масштабе города и иметь компетенции, чтобы делегировать свои цели или свои ценности. Или выстраивать взаимоотношения с теми, кто не такой, как они. Ну и конфликты – это основные вопросы, как сейчас работать с конфликтами. И конфликтов на самом деле много, что говорит как раз о неразвитости всей системы. И об отсутствии этого локального сообщества, и об отсутствии запросов на его создание. В этом случае конфликты и работа с конфликтами – это ключевой сейчас вызов, как правильно работать с конфликтами внутри сообщества, внутри человека, или между локальным сообществом, управляющей компанией, администрацией города и бизнесом. Если кратко, то основной проблемой заключается в том, что отсутствуют компетенции для работы со сложными коллективами, со сложными формами. Такие компетенции, как модераторство, прежде всего, компетенция социального проектировщика. Кто-то должен запустить создание этого сообщества. Социальное проектирование – это создание субъектов. В этом случае отсутствуют целые пласты специалистов и компетенции в нашем обществе, которые позволили бы правильно эти конфликты не бояться их, не переводить их в какую-то плоскость войны или эмоционального нервного состояния, а работали бы с ними как с разными позициями и искали бы разные варианты. Для технического задания проектирования любого двора или общественного культурного центра нет ничего лучше, чем наличие конфликтов. Потому что архитектор, дизайнер, предприниматель лучше всего работает как раз с конфликтом, потому что он знает, ага, если есть запросы, и они как-то пересекаются, они как-то друг другу противоречат, значит, можно создать нового качества услугу или новое какое-то решение. Поэтому с конфликтами все боятся работать. И уровень развития конфликтов показывает, что как раз отсутствие вот этого субъекта локального сообщества в нормальном его представлении, вне конфликта его развития, то есть когда бы оно формировалось не в момент точной застройки или там какого-то конфликта, а в момент, когда люди начинают просто с друг другом знакомиться, общаться и вступать в взаимодействие, не позволяя даже существующий градостроительный конфликт перевести в другую какую-то плоскость. Ну и мне кажется, конфликт это хорошо, потому что конфликты в человеке, мы фиксируем сейчас конфликты в человеке. Какие конфликты? Ну конфликты, прежде всего, между тем местом, где он работает и тем, кем он хочет быть. Поколение 40-45 плюс в своих анкетах утверждает, что оно не хочет работать на работодатель, оно хочет заниматься предпринимательством, дизайном, учить других или там как-то самореализовываться. Поколение молодежи, например, не хочет становиться собственниками и как их родители, не хочет, например, жить все время в одной квартире или что-либо вообще покупать собственность. Ему хочется шерить, ему хочется максимально быстро самореализовываться и заниматься тем, чем ему интересно. Ему меньше всего хочется подчиняться, ему хочется, чтобы ему было интересно. В этом случае конфликты, вскрытые конфликты, они показывают, что мы находимся на пороге таких хороших изменений, и если, ну таких качественных изменений, и надо эти конфликты или, кстати, больнее на них надавливать, чтобы они, кстати, куда-то выводили, или наоборот как-то их масштабировать так, чтобы эти конфликты превращались тоже в какие-то решения, в какие-то пространства. Ну и, наверное, последний такой слайд, чтобы я уже закончил, мы поотвечали на вопросы, что делать дальше, инициаторы, инструменты, это следующая история. Как я уже говорил, лучшим субъектом, лучшим партнером при формировании локального сообщества может стать городской активист, городской эксперт, потому что именно у них есть уже опыт некой самоорганизации, во-вторых, они тоже являются жителями, то есть они тоже где-то живут, вот, и при наличии какого-то разрешения, кто-то сказал, что им можно, или кто-то им передал компетенцию, вот, городские активисты, городские эксперты, городские сообщества могут стать заказчиком и получателем запросов от локального сообщества. В этом случае я верю вот в эту историю, что только не скомпрометированные ни властью, ни бизнесом городские жители, более продвинутые, могут менее продвинутым жителям передать какой-то опыт, только в живом общении. Ну, второе решение общественных культурных центров, как совместный продукт бизнеса и Центр прикладной рыбанистики, в данном случае мы давно сформировали стратегическую цель перезагрузки подсоветских городов, в том числе через создание новых городских субъектов. И общественные культурные центры, это одновременно и площадка, и локальное сообщество, которое формируется пока сейчас в проектах новостройки, новостроек, но через некоторое время мы займемся и существующей, так сказать, застройкой, существующими домами, и для этого потребуется, конечно же, и большое количество модераторов, и большое количество компетенций, и сейчас мы активно учим городских активистов брать на себя функции и компетенции вот этих создателей локальных сообществ. Ну и плюс общественный культурный центр включает уже в себя то, что я говорил, и локальную экономику, и развитие городской среды, и выстраивание, получение опыта модерации между разными, так сказать, жителями, и выстраивание отношений, прозрачных отношений с управляющей компанией, и влияние на сферу ЖКХ, в том числе, кстати, через, ну как бы, правильное стратегирование этого вопроса. То есть, словом говоря, как только формируется локальное сообщество, сфера ЖКХ этого района, где она сформировалась, начинает резко меняться. Почему? Жители начинают брать на себя ответственность за какие-то стратегические решения, жители начинают договариваться об эффективном использовании ресурсов, жители начинают экономить и ценить те ресурсы, которые у них есть, или не используются, или используются неэффективно. В этом случае качество среды и коммунальные услуги находятся в прямой, так сказать, зависимости от развитости этого локального сообщества, и общественный культурный центр позволяет как раз новые сервисы, новые услуги, такие, например, как доставку, консолидированную доставку, или хранение и прокат крупногабаритных или редко используемых вещей, или совместная ландшафтная мастерская, или совместная столярная мастерская, позволяет, или там совместный какой-то офис-клачный, позволяет как раз сферу ЖКХ расширить и выйти за рамки вот этого оказания просто простых коммунальных услуг. Больше, так сказать, в сферу как раз совместного такого проживания качественного. Городские события как инструмент вовлечения и формирования сообществ локальных или изменения среды, их очень масса, я привел здесь несколько, это Ижевск, читающий сквер, мы недавно сделали совместный проект, Ярославль, городской выходной, постоянно ребята занимаются знакомством жителей с друг другом, Вологда фестиваль и курбанистика, Кемерово фестиваль детализации, Самара-Казань в этом году прошел потрясающий томсорфест в частном секторе, Калининград, стритфуд уикенд и так далее. Очень много команд сейчас по стране и очень много событий, которые в цели полагания самого события закладывают формирование новых субъектов, формирование новых сообществ. Это тоже очень важный инструмент. Креативный бизнес и запуск площадок, любой антикафе, любой коворкинг, любая кофейня, любой велопрокат, любые мастерские, любого типа творческое пространство может и должно формировать локальное сообщество и быть интерфейсом между городскими сообществами и локальным сообществом. Айтишники и активисты, хакатоны, создание приложения, сбор данных. Для того, чтобы люди научились правильно принимать решения или научились как-то менять свое восприятие среды, конечно же, нужны данные. В этом случае, если... Ну, какие это типы данных? Это прежде всего именно те данные, которые касаются каждого человека. Сколько времени я трачу на дорогу, для меня может быть лучшим мотиватором пойти познакомиться с соседями. Если кто-то мне скажет, что если вы сейчас вот и замерите, сколько времени вы тратите на дорогу, а познакомившись с соседями и начнете меньше тратить время на дорогу, для меня это хорошая мотивация. Но нужны данные, нужны модели, какие данные и как их собирать, а самое главное, через что и как их отдавать жителям или как их вовлекать в сбор этих данных, чтобы они меняли свои, так сказать, сценарии, капитализировали свои компетенции. И мне кажется, основная проблема и недостаток существующих технологий IT, что они чаще всего информируют, но не дают решений. Они чаще всего усложняют наше, так сказать, восприятие, но не упрощают, наоборот, не отвечают мне на глупые вопросы. Локальные эксперты, мне кажется, любые локальные эксперты могли бы сделать фокус на работу с локальными сообществами на сферу ЖКХ и поработать с ней, кстати, с точки зрения своих навыков. Архитектура и двор, социология и локальное сообщество, предпринимательство и, не знаю, социальный капитал жителей и так далее. В этом случае, мне кажется, сейчас эксперты занимаются очень многим спектром вопросов в городах, там транспорт, там экология, что-то еще, но все-таки отсутствие вот этого базового субъекта, которого никак у нас нет, не позволяет нам даже те профессиональные наши интересы реализовывать. Мы все находимся в пространстве, там, не знаю, там, конференций, форумов, каких-то исследований, а фокус нужно сместить на формирование субъекта. Ну и последнее, это форум городских сообществ, как уже действующая наша технология, когда мы собираем городских активистов, городских предпринимателей и через усложнение их коммуникаций выводим, ну, точнее, они сами доходят до понимания того, что нужно необходимо вовлекать новых жителей, новых участников и локальные сообщества для них становятся совместной целью. В этом случае инициаторы, инструменты уже у нас в постсоветских городах есть. Хорошо, что они лежат в плоскости, вне политики, вне религии, что позволяет им максимально эффективно этим заниматься. Ну и выводы, какие выводы? Образование, просвещение являются нашими основными инструментами, я бы сказал, образование, просвещение и предпринимательство, социальное предпринимательство является основным нашим, сейчас, так сказать, инструментом, развития этих территорий. Роль общественных пространств как внутри дома для формирования локального сообщества, как и при домовых территориях колоссально. Вовлечение и формирование локальных сообществ в городские процессы является стратегической задачей, потому что позволяет влиять на стратегию, экономику, транспорт, экологию и образование культуру целиком. И мне кажется, вот здесь тема ЖКХ является, возможно, одной из болевых точек входа. Если возвращаться к теме ЖКХ, то я бы в теме ЖКХ слову «жить» и «жилые» уделил бы максимум внимания, а слово «коммунальный» бы просто бы очень четко раз и навсегда как бы параметризировал и показал, из чего это складывается, а вот качество жизни бы начало бы дискутировать и эффективно доказывать через исследования, что это, как это, и через вовлечение работы с локальными сообществами. Ну, как-то вот, наверное, так вот готов, кстати, ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что было что-то понятно. Коллеги? Было масштабно, я бы сказал, вот, потому что, ну, на самом деле, реально очень здорово, я даже для себя многие вещи открыл. В принципе, там есть вопросы, единственное, может быть, все-таки я там свои слайды покажу, несколько штук. Да-да-да, конечно. Приложения, конечно, единственное, что они сейчас немножко теряются по смыслу, потому что, ну, более масштабный был вид такой. Просто в двух словах хотел сказать, что, во-первых, естественно, мы, как лица социальных технологий, тоже собираем некоторые базы данных, и в частности, это база данных, там, гражданских приложений, как мы их называем, да, то есть это те сервисы, там, или мобильные приложения, или просто сайты, которые как бы помогают решать какие-то общественно важные задачи, в том числе. Вот на этом слайде я, имею в виду, показал, что как бы можно посмотреть те приложения или сервисы, которые вот, там, про город, да, про город, и в том числе про сообщество. То есть, в первую очередь, тоже советую посмотреть. И вообще, мой посыл был следующий, что вот есть такой график, ну, после того, как Света рассказал, все стало более понятно. Ну, то есть, во-первых, действительно создается, действительно много создается, что полезно во всяких разных сервисах приложений, но смертность очень высокая, да, то есть появляются приложения, но потом они пропадают просто потому, что люди не начинают ими пользоваться. А почему, вот, до этого мы сейчас послушали, почему, действительно. Вот. Но, 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 хочу сказать, что вот из этого графика надо смотреть на последние нижние две, это взаимопомощь, там, или FixMyStreet, это такие приложения, которые помогают что-то улучшить, да, в городе или рядом, где мы живем. То есть, здесь смертность приложений ниже, чем других, то есть, вот уже есть такая тенденция к тому, что постепенно, постепенно, постепенно создается приложение, которое, наконец-то, куда-то выходит или будут выходить, и ими начнут пользоваться, да, это вот уже хорошо. Вот. И тут есть ссылка на статью Алексея Сидаренко, он может, то есть, он хорошо рассказал вообще об этом там, в частности. Так. А я просто хотел несколько приложений показать, рассказать. Опять же, тут большой вопрос, да, в том, что они выходят, да, вот, например, есть такой там, кнопчат, то есть приложение, которое, по сути, призвано эффективно общаться с соседями, да, и с друзьями, там, по дому или, там, которые живут рядом. Вопрос, опять же, как эффективно это работает, да, потому что вопрос, там, ну, набора вот этой вот критической массы, после чего действительно приложение будет полезным. Опять же, остается открытым, но вы можете вот почитать об этом приложении. Слушай, можно прокомментировать чуть-чуть, да? Да, да, да. Вопрос. Ну, просто я консультировал очень много сервисов, которые к нам обращались за моделями сообщества и за консалтингом, и мне показалось, что, ну, ключевая проблема вот этих приложений заключается в том, что они ориентируются на очень молодую и очень такую динамичную аудиторию, которая на самом деле живет совсем сейчас по-другому. То есть, вот, общение с соседями, и они ориентируются на крупные города, где вообще гаджеты, там, и проникновение интернета намного выше, чем, например, в там, в региональных центрах. И вот они ориентируются на тех, кто на самом деле-то дома не живет. То есть, для тех, кто, условно говоря, там, домом или, там, самим вот этим, самой этой локальной территории пользуется очень редко приехать, там, или поспать, или отоспаться, там, или что-то сделать. А живет в основном в городе, в общественных пространствах, там, в культурных каких-то пространствах. И вот общение с соседями на наши, вот, по нашему опыту самый эффективный способ – это, конечно же, личные встречи, потом идут рукописные объявления, потом идут какие-то, потом, точнее, идут личные встречи и события, потом уже рукописные объявления, и только потом уже идет хоть какая-то виртуализация. И, как правило, например, они не учитывают кучу нюансов. Вот я общался, например, с разработчиками этих приложений, я говорю, вы знаете, что, например, там, скорость восприятия у подростка и у нашей бабушки, например, классической, постсоветской, будут очень, как бы, различные, там, размер шрифтов, язык приложения для каждой целевой группы будут иметь какие-то свои такие особенности, что в одном приложении всех соседей каким-то образом пересобрать невозможно. Они многих даже не понимают. Им нужны какие-то курсы, там, компьютерной грамотности. Хорошо, что многие, там, сейчас хотя бы Skype освоили, там, или мессенджеры, но и то это очень вопрос такой. Поэтому тут вопросы как раз к разработчикам приложения, что чаще всего они не проводят достаточный анализ или концентрируются на одной какой-то целевой группе, а сами соседи – это очень разноплановые социальные группы. Кто-то еще хотел добавить, что сейчас все-таки, вот если говорить о том, что мы дома только, по сути, спим, да, а где-то, там, присутствуем на работе или в третьих местах, то, как я понимаю, что сейчас в мире начинают развиваться именно сообщества, локальные сообщества, построенные на том, что мы живем и работаем в одном месте, в пространстве, да, в каком-то. Это, конечно, тогда более сильно объединяет людей, потому что, ну, это получается, наверное, более однородное сообщество, да, вот, и, наверное, там такие приложения могут быть эффективными. Да, ну, вот, да, то, что комментарии про разнородное сообщество – это да. Дальше вот просто еще там несколько сервисов, например, это домсканер, это какой-то, даже, не знаю, онлайн все-таки сервис, наверное, потому что это не приложение, которое позволяет, по сути, там, как-то взаимодействовать и получать ответы, связанные с СЖ. То есть я хочу сказать, что таких вот сервисов и приложений, их реально очень много, в зависимости от того даже, где их искать, в каких городах. И, с одной, наверное, стороны, это лучше, что есть такие попытки, да, сделать вот такие приложения, но, с другой стороны, если вот брать там, то есть нет какого-то глобального, то есть есть сервисы, понятно, глобальные, но есть сервисы, которые, например, работают только вот в одном городе, конечно же, они тоже потом быстро-быстро вымирают. Вот, этот пример тоже можно посмотреть, в принципе, он пока еще существует. Руквартал, про этот пример я хотел рассказать, почему, потому что это ребята были на нашем хакатоне в Перми, они сначала сделали сервис, который визуализировал различные открытые данные по Перми, вот, и потом они решили сделать вот такой сервис Руквартал, который, по сути, они хотели бы позиционировать это как социальную сеть домов, то есть вот можно зарегистрировать было бы любой дом и, по сути, вот, получать всю информацию, которая там есть. И, как я понимаю, насколько я владею информацией, сейчас они тоже уже, наверное, перестают работать, потому что не набрали просто критической массы людей, которые будут пользоваться. Ну, с другой стороны, потому что то же самое можно делать с помощью социальной сети, да, то есть вопрос не в инструменте, вопрос вот в другом, да, что человек получает, насколько это удобно и нужно. Но, тем не менее, вот такой сервис, как бы, есть до сих пор еще, и вот идея, в принципе, интересная. РозжКХ, наверное, все знают, я просто сюда привел, потому что, ну, как бы, вот ряд таких приложений, да, есть, которые помогают все-таки как-то передавать какие-то, ну, подавать заявления о том, что что-то не так, да, и потом это исправляется. Опять же, таких приложений очень много, и мне кажется, что из всех вообще приложений, которые там существуют в плане хоть как-то связанных с ЖКХ, это вот более выживаемые, потому что они, ну, как бы решают определенную задачу не сообщества, да, а вот то, что окружает нас, о решении проблемы. Вот, то есть это может затрагивать каждый человек в индивидуальном порядке, поэтому, наверное, это все-таки более работает. Там, не знаю, есть «Сердитый гражданин», там, в Москве есть, там, отдельный государственный, там, портал, то есть таких очень много. Также, например, есть вот приложение ЖКХ Москвы, это именно мобильное приложение, но вопрос в том, что это такое, да, это просто информация о том, там, когда отключают воду, какие коммунальные платежи надо совершать, информация о них и так далее. То есть это просто информирование о каких-то вещах, которые, по сути, можно посмотреть на сайте, это никак не дает вам информацию глубже, вы не можете, там, понять, что вообще происходит, как что работает. То есть нет какой-то прозрачности, о чем вот говорилось, да. И вот первая схема, которая была, вот действительно, хочу сказать, это озвучить, что вот эти все связи, да, которые были показаны, вот они вот везде проблемны, мне кажется, да, и вот именно вот эти вот все связи можно и, по сути, решать и создавать как-то более прозрачные такие, там, сервисы, которые помогут как-то понять, как это вообще взаимодействует. То есть вот... У меня даже есть предложение, у меня даже есть предложение вообще эту схему, ну, как бы сделать, просто я когда начал копаться в ней, я понял, что там она будет многомерной и большой, и вообще, кстати, для хакатона, если говорить для айтишников, то просто даже визуализировать модель взаимоотношений и форм каких-то, что как и связано в городе с точки зрения ЖКХ, мне кажется, это уже будет, ну, как бы серьезным таким стратегическим заделом. Мы будем понимать, может быть, даже найдем какое-то узкое место, где приложение усилий, совместное приложение усилий могло бы, так сказать, кардинально изменить остановку сил. Поэтому в этом случае, мне кажется, как раз вот моделирование и какой-то системный вот этот анализ, он сейчас необходим в этой сфере. Я тоже для себя, кстати, понял, что надо сейчас сделать отдельно на эту тему какую-то там или лекцию, или какое-то уделить этому внимание, сделать исследование на эту тему. Ну да, то есть картина в целом не видна, и поэтому возникают такие проблемы. Так, дальше я просто хотел еще перейти на несколько сайтов государственных, да, вот с точки зрения, ну, то есть мы говорим сейчас, по сути, с точки зрения локальных сообществ, но с другой стороны стоит государство, да, и оно, как ни странно, там, в прямом или переносном смысле, да, пытается как-то, ну, все-таки делать какие-то вещи, которые помогут решать какие-то проблемы. Так вот, на самом деле появляется все больше и больше государственных ресурсов, о которых никто не знает. И это удивительно, ну, например, вот я лично вот об этом не знал, да, что оказывается есть, например, там, каталог услуг по ЖКХ. То есть я вот живу в Москве, я могу, например, посмотреть много чего интересного, и у меня есть определенные права, да, как у жителя города, но об этом я не знаю. И вряд ли, опять же, кто-то знает, там, большинство, например, людей. Вот, то есть нет какой-то информации, прозрачности, и вот нет понимания, да, какие у нас есть права и обязанности. То есть вот, ну, здесь вот я советую зайти и посмотреть. И вот что касается вот вообще вот таких сайтов, это вот ГИС ЖКХ, кстати, ну, ГИС, это тут расшифровывается как государственная информационная система. То есть на самом деле есть просто, как я понимаю, очень много количества попыток как-то сделать тему ЖКХ прозрачной со стороны государства в том числе или со стороны активистов. Но как теперь мне уже стало понятно, да, так как никто вот, в принципе, не владеет вот этой всей картиной в целом, а ее просто нигде нет, получается, что как бы это как копать туннель, да, с двух сторон. Один человек копает с одной стороны, другой с другой, и они не состыковываются, потому что, ну, просто они не могут договориться. Так же и здесь. То есть, но, тем не менее, вот существуют такие сервисы, которые вот действительно как-то приоткрывают эту проблему, и здесь можно там тоже много чего интересного найти по теме ЖКХ по возможностям и так далее. Тоже советую посмотреть. Вот об этом я тоже, кстати, не знал. Ну, и реформа ЖКХ, это, наверное, многие знают этот сервис. Тут тоже много чего полезного касательно вашего дома, управляющей компании, вообще капитальных ремонтов, прав и так далее. Так, ну и ЖКХ-контроль. То есть, опять же, это одно из просто, наверное, огромных количеств. В общем, что я всем этим хотел сказать, да, что все-таки, да, начинают, появляются эти сервисы и приложения, но, к сожалению, они быстро-быстро загибаются, потому что, опять же, как я вот сейчас понял после того, как Света рассказывал, что нет просто вот понимания, зачем все это делается, зачем вообще все это нужно, да, и вот, наверное, все проблемы, они в глубине. То есть, недостаточно просто создать приложение, достаточно действительно сделать исследование и понять, для чего вообще это нужно. То есть, наверное, нужно вот начать с этого. Вот, я думаю, что там будет хорошая идея для Хакатона сделать что-то конкретное вот в этом направлении. Так, ну и про инструменты хочу сказать еще, что так как, в принципе, сейчас большинство из нас, людей, которые живет в больших городах, и у нас есть смартфоны, есть интернет, мы пользуемся мессенджерами, там, чат-ботами в том числе, да, то есть, о чат-ботах мы вообще рассказывали очень много, там, за прошлым месяцем или в прошлом. Существует много, да, инструментов, не надо ничего придумывать, у нас уже есть инструменты, да, опять же, вот, там, мессенджеры, да, у нас есть гугл-формы, у нас есть простые какие-то вещи, которые мы можем использовать, там, не знаю, сделать просто какие-то шаблоны, объявления, которые мы можем распечатывать, как говорил так же Стаслав, да, то есть, мы можем использовать простые для того, чтобы начать решать сложные проблемы, то есть, не надо для этого вообще, там, создавать мобильное приложение, это не будет, ну, просто неэффективно. Вот, а про чат-бот хотел просто дать ссылку, чтобы вы почитали, вообще, много материалов об этом писали, в принципе, достаточно просто любому человеку знаний, чтобы создать простой чат-бот, это для того, чтобы, например, информировать людей, там, вокруг, или в вашем доме о каких-то, ну, там, информации, связанные, например, там, с ТСЖ и так далее, то есть, вот, в принципе, всю полезную информацию можно, вот, размещать им таким образом. Вот, да, мы достаточно долго сегодня говорили, Свят, а ты можешь посмотреть в чат? Тут просто, конечно, очень большие вопросы, это так сложно мне вычленить их, тут некоторые просто мысли вслух. А где чат? Чат, раскрыть можно? О, да, все вижу. Да, оказывается, есть чат, да, ну, тут, в принципе, просто Данил писал что-то много-много-много всего, а вопрос непонятный, в чем был. Вверху сейчас. Вот он вверху писал, а если говорить о технологиях, то как вы относитесь к проектам активных гражданин, наш город Москва, ну, наверное, ответ, в принципе, понятен, ну, хотя можешь ответить. На самом деле, как бы, если говорить о приложениях, то я всегда их оцениваю с одной точки зрения, есть ли хотя бы шанс, минимальный шанс, что человек, который как бы работает с этими сервисами, начнет меняться. Так вот, что касается активного горожанина, там основные проблемы у нас к этому приложению следующие, что он, к сожалению, ну, выражает опять интересность только одной стороны, администрации города, но вопрос, который реально волнует горожан, в этом приложении, на этом сайте не появляется. Помните установку, там, памятника, там, княжу Владимиру, или, там, ночь больших ковшей, или какие-то другие вопросы актуальные, там, снос Таганской АТС, какие-то действительно темы, которые заволновали людей, или, там, перекладывание плитки, или, там, какая-то покраска бордюров, то есть ни один из вопросов, который бы действительно бы ломал горожан и всплывал бы в социальных сетях, на этих порталах, управляемых только администрацией, не поднимается. В этом случае они теряют, они решают тактические задачи, они решают какие-то тактические интересы, но они начинают дискредитировать саму тему городского диалога, поэтому я к ним отношусь осторожно, скажем так. С другой стороны, я, кстати, сейчас мне пришла идея в голову, которая, может быть, кстати, поможет, Леша, поправь пеня, или, там, где-то это надо зафиксировать, может быть, поможет при хакатоне, что, возможно, если бы я, например, пользовался каким-то таким из приложений, посылал бы какую-то жалобу или идею, мне бы было знать, а кто еще с моего места проживания этой же темой интересуется и как мне с ним связаться. В этом случае, добавив небольшой инструмент такой самоорганизации, информационной самоорганизации, что еще этой темой от вашего дома интересовались вот эти вот товарищи с такой-то квартирой и сказав нелько, дойдите до них и познакомьтесь, вот это вот, цены бы не было таким бы приложением, которое бы заставляли меня вживую что-то сделать. Надеюсь, что ответил на вопрос. Так, хорошо, и там еще, да, вот у Данилу был вопрос про СССР, сейчас я попытаюсь сформулировать его. Читаю его, да, я читаю его, что интересно, на данный момент со всеми вытекающими общения, то есть не платят вопрос, ваше мнение, если бы крутить к этому технологии нашего времени, то реально вернуть правовое поле СССР? Ну, вопрос такой очень философский, вернуть СССР или правовое поле СССР и так далее. Мне кажется, это вопрос субъектов, кто это будет делать. И когда мы переходим от таких философских крупных вопросов к вопросу прикладному, кто это будет делать и зачем, выясняется, что вернуться к СССР уже невозможно. Даже если сейчас государство авторитарным образом будет навязывать какую-то одну идеологию, жестко контролировать бизнес, то большая часть людей уйдет или во внутреннюю миграцию, как, например, в Беларуси, или реально покинет эту страну. И покинут, как правило, самые творческие, самые предприимчивые, потому что все-таки и творчество, и предпринимательство связано с высокой степенью и внутренней свободой, и внешней свободой. То есть я должен и внутри себя не бояться каких-то мыслей, и мне должна быть возможность как-то эти мысли превращать во что-то или с кем-то делиться. Поэтому, мне кажется, роль государства должна уменьшаться в этом плане, или точнее трансформироваться. Государство должно уйти от генератора всех, идей, к модератору существующих идей, которые у нас возникают с вами, у горожан, у сообщества, у предпринимателей этой страны. То есть к смене сознания мы должны прийти, и мы уже к этому идем. Да, и просто в завершение главный вопрос, чтобы понять, что мы хотим, потому что, как я понимаю, на данный момент это еще очень сложно. Наслав, существует ли какой-нибудь рейтинг наблюдения городской активности по стране в разрезе городов и районов? Чем можно ценить такой рейтинг метрики? Значит, у нас существует карта городских сообществ, у нас существует сеть ЦПУ, и мы измеряем, конечно же, городскую активность по стране следующими, так сказать, метриками. Я несколько параметров назову, они важны. Первый параметр – это количество и разнообразие неформальных городских сообществ и городских активистов. А сколько их? А какого они типа? А сколько людей они включают? Второй момент – это годовой цикл, какие события, на каких площадках разнообразие площадок и разнообразие неформальных городских событий. В этом смысле нам очень, конечно, видна разница городов-миллионников, например, городов-трехсот тысячников. И третья метрика – это уникальность. А городские активности, они уникальны или они копируют все из Москвы, из Европы? То есть у вас проходит фестиваль красок холи или вы что-то свое придумали? Вы там, не знаю, копируете пикник-афишу или там у вас гастролеры в основном выступают? Или вы делаете, например, как Кемеров в этом году фестиваль детализации, полностью собственный проект, который они полностью собственную технологию там разработали? В этом случае для нас вот эти три параметра – количество и разнообразие социального, количество, разнообразие и покрытие событийности, то есть деятельности и уникальность тех или иных, соответственно, сообществ и деятельности для нас очень важным является параметр. Светослав, ага. Ну, как активный гражданин в нашем городе Москва, отношусь с точки зрения информирования хорошо, с точки зрения локальных городских сообществ, они не решают эту проблему. Ну, а дальше там просто уже не вопрос, а просто Данил написал там какой-то про свой проект и попросил мнение, если кому-то будет интересно, да. В общем, я думаю, что давайте тогда заканчивать, а то уже действительно много времени, и я еще раз тебя благодарю, большое спасибо, что выделил время, потому что вот концептуально было очень важно какие-то моменты, понятия для себя даже вот какие-то новые понял. Вот это, наверное, надо как-то переварить будет, да, и это поможет в дальнейшем осознанно уже делать какие-то проекты вот в этом направлении. А по поводу вот той схемы, которая вначале была, было бы, да, действительно здорово ее в каком-то таком формате. Я ее доработаю, и как бы мы сделаем рассудок или там, или, может быть, отдельную публикацию по Теплице и у себя тоже по всем инструментам опубликуем, потому что мне самому стало интересно как бы разобраться во всех этих хитросплетениях. Я давно об этом думаю, это надо сделать. И мне кажется, это будет очень хорошая модель к хакатону, чтобы ребята ее или доработали, или выбрали себе блок, который им считается, им кажется, самым важным, чтобы видеть картинку целиком. Ну, если в ближайшее время это возможно, было бы здорово, Ну, сегодня завтра, я понимаю, что времени нет, потому я все равно понедельник уеду. Конечно. Да, хорошо. Ну, супер, отлично. В общем, еще раз спасибо тогда. Всем спасибо. До скорых встреч. Да, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok